Девушки отдыхают И с матами вывели на улицу Это было после кражи телефона вашего? Дяденька, не убивайте Так звучит тема нашей сегодняшней программы Кто и за что пытал детей И почему их относильчане готовы С вилами в руках защищать тех людей Которые причастны к этому преступлению Да, Юр Смотрите, что интересно Два здоровых мужика Один из которых ранее судимый С огнестральным оружием и бейсбольной битой Забирают двух детей Это то, что мы знаем И то, что вы уже признаете Они их сначала пытают Потом угрожают им смерти Угрожают их утопить Потом они их бросают в какой-то подвал Значит, я так понимаю Если они уже точно знают Кому позвонить Зашла к облокам и веревкой И в какой подвал везти У вас-то не в первый раз А его мать как пропала, кстати, без вести? А откуда я знаю? Ну пусть расскажет бабушка Бабушка, расскажите Ну она уехала Сначала она объявлялась Два года она высылала ему посылки А потом просто Куда уехала? В Черкассе А потом просто прерывается звонок И все Милиция искала? Мы, когда оформляли опеку Мы через суд признали ее без вести пропавшей А милиция искала ее? Милиция искала ее? Нет Нет Скажите, пожалуйста, у вас есть в селе участковые? У нас два года не было участкового И три недели, как он появился И три недели, как он появился Который появляется раз в неделю Значит, получается, что в селе вы единственный представитель власти Есть депутаты Есть депутаты поселкового совета Есть комиссия по детям Есть у нас социальный работник Который работает с этими семьями непосредственно Слушайте, а кто выполняет, если у вас нет участкового? Кто выполняет его функцию? Ваш брат, который с автоматом ходит? Мы звоним 102 Значит, получается, пока, подождите Получается, что вы звоните 02 А потом, значит, все вопросы все равно решает ваш брат с автоматом Как вот было в этой истории Значит, подождите Но есть и другой поворот этой истории Действительно, если брат Ирины Николаевны оказался в неком таком стрессовом состоянии Потому что его ребенок 6-месячный был на грани смерти Может быть, это стало причиной его такой неадекватной реакции к детям Независимо от того, были какие-то, это будет уже следствие разбираться Были побои, нет Сам факт того, что если они сами не хотели садиться в эту машину Их затащили туда, но это незаконно, вы поймите Я абсолютно ни в чем не виновата И я буду этих детей защищать Слушайте, Ирина, а Руслан, ведь ваш брат был уже судим? Нет Нет, абсолютно это неправда А второе? Его друг судим был Если бы он был судим, вы бы не дали оружие Его друг был судим, да? С которым он детей похищал, так? Здесь рассказываешь, что он был судим Был еще с ним друг, второй Руслан Который был судим Я узнала о детях, но я абсолютно не знаю этого парня Вы здесь все из села Как вы считаете, Руслан выполняет у вас роль учуского? Значит, я хочу сказать Я живу в деревне очень давно Эту семью я знаю очень давно Еще маленьким ребенком И я хочу сказать Просто мне, Гена, за тебя стыдно Я смотрю на тебе в глаза и думаю Как тебе не стыдно? Ты же сам пришел и сказал Ирина Николаевна, мне в милиции сказали Что? Нас посадят Если вы против Руслана, ничего не нароете Почему ты не сказал, что сделали экспертизу автомата? Автомат год не стрелял Почему ты это не сказал? И ты сидишь, тебе не стыдно Не пойму ничего Да завтра твой ребенок через два года, он сядет тебе вообще на голову? Так подождите, получается Он и тебя убьет Подождите, получается, что ребята и родители Я это знал, почему ты не расскажешь, как ты пришел? Они выдумали эту историю, что ли? Расскажите честно, встань и расскажите Кого, кого? Как так и означает? Он где-то не стрелял, не слышали? А они что, выдумали эту историю? Пускай придет и расскажет, что они были в милиции И когда... Нет, подождите, вот по вашему мнению, как говорят в семье? Они сказали, что это сделала все милиция заставила И дети написали все под диктовку И он просил прощения у Ирины Николаевны И просили уступы адвоката, Ирина Николаевна вам помогла И что-то написать, чтобы спасти нас Мы заберем это заявление Никакого прощения я не просил Гена, ну как же тебе не стыдно? Ты сама зашла, иди, мне надо с тобой поговорить Я тебе за тобой помогла Подождите минуту, получается, подождите Что говорят в селе? В селе говорят, что все это было выдумано Как я понял сейчас, в милиции Конечно А где все это время были дети? Где я в том, хочу сказать Где были дети? Дети были дома с ними Геннадий Вот, когда они все написали, он пришел Он пришел вместе с Егором У нас не было дома Что это за наговор, я не пойму, Ник Не нагадите, ты в шаги же честно признаешься Почему ты приходил? Как ты рассказывала, что милиция заставила тебя написать? Почему ты его не найдешь? Почему ты его не найдешь? Много чего не найдено, понимаете? Нет никаких доказательств Так, подождите минуту Не галдите, пожалуйста Ирина Николаевна, уважаемая Слишком много у вас текста и слов Я, я, я Скорее всего, когда вы говорили, что пропал телефон своему брату Брат спросил, как вы думаете, кто это может быть, да? Люди, у нас 30-ти разговаривали У нас 30-ти разговаривали Оказывается, дети на следующий день После всего этого, что произошло, пошли в школу Если их так избивали жестоко Как они могли в школу пойти? Так подождите минуту, Ирина Николаевна Все-таки по вашей версии Вот сейчас нам ваши относельчане Рассказали о том, что Все это версия, выдуманная Составленная в милиции А детей никто не похищал Они вроде как сидели дома Ваша версия? Моя версия такая Дети не ночевали дома И об этом я узнала Утром, в 8 утра От их родителей А потом они приехали в 12 с братом на машине В 12 они приехали Подошли к поселковому совету Их высадили на дороге А мы в это время родители вызвали милицию И я вместе с родителями находилась и ждала этих детей Можно еще один вопрос? Скажите пожалуйста, вы сказали, что в тот момент были на работе Правильно? Когда Руслан вам не мог дозвониться Нет, это суббота была Я была дома А вы дома были? А что другого телефона нет, кроме мобильного? Нет А вот так запущено все Это говорит Украина Тема нашей программы Дяденька, не убивайте И так жители села Центральный упорно не верят детям Егору, Андрею Они уверенно историю выдумали в милиции И вложили эту историю в уста этих несовершеннолетних Так кто все-таки заинтересован в дискредитации Главы поселкового совета Ирины Малошенко Я приглашаю в студию Валентина Додника Здравствуйте Кто же хочет дискредитировать главу поселкового совета И как так получилось, что вся эта история с пропажей бэушного айфона Выросла просто во всеукраинский скандал Значит, я могу сказать Поставить точки на дым Ребятки, мне вас жалко Поверьте, я вас даже понимаю Недавно, после того, как закрыли Руслана Меня тоже приезжали работники милиции Вы знаете этого человека Бывшего начальника уголовного розыска Он у вас часто бывает Он вам рассказывает, что говорит, да? Так он ко мне приезжал с двумя мордоворотами И сказал Если вы не измените свои показания против предпринимателя Вы будете сидеть в тюрьме Против какого предпринимателя? Руслана Бурдова Я познакомился год назад с этим предпринимателем Удивительной ситуации Год назад, 9 мая Примерно в 10 часов Я ехал от дочери из города Брянки Впереди меня ехала автомашина И в районе поселка Вергулевка Выскочил без света автомобиль Перед этой машины И создал такую аварийную ситуацию Что этот автомобиль чуть не перевернулся Он на двух колесах ехал Как в цирке я видел это В машине сидел Этот Руслан Бурдов Его отец Жена С брюхом уже большим Беременная Когда открыли дверь Автомобиля Этой машины Которая создала ДТП Выпал оттуда пьяный Мужчина И представился Работником милиции Уголовного розыска И написал заявление на Бурдова Чтобы его привлечь Уголовной ответственности Уже нападка была И требовал с него на другой день 30 тысяч гривен В пользу этого хама Из-за этой аварии И он вместе с начальником милиции Начинает этого предпринимателя Просто нагло прессовать И теперь вы утверждаете Что эти люди Использовали ситуацию Для того чтобы Отомстить и наказать Так? Да Хорошо Давайте теперь разберемся Все таки с нашей историей Вернемся к сегодняшнему Вернемся Значит вот Егор и Андрей Вы утверждаете Что Руслан Не издевался над ними Да Он не издевался И не похищал Я уверен в этом И не похищал И не похищал Да Ну почему Ну есть же свидетели А я вам сейчас все объясню Ну Когда Руслан приехал к ним Они сели сами к ним в машину И он на камере снимал вас Вы помните это? Когда он снимал Видео сохранилось на телефоне Когда вы сказали Что вы украли телефон Когда это было? И милиционеры вас шантажируют Это видео почему-то в милиции Это видео сохранилось Да ели Егор сидит среди белого дня И кстати за телефон И говорит что Да я действительно забрал телефон У посылкового головы И кстати И кстати Телефон пропавший Который вы украли Нашелся Вы знаете об этом? Нет А где вы его нашли? А его не нашли Нашелся говорит А вы Ну а нашелся в каком плане? Эти ребятки Кому вы сдавали в Алчевске В городе Алчевске телефон? Никому мы не сдавали Никому? А человек опознал вас И готов дать показания В Алчевске И Егор Или сестра Или невеста Ходила Любовала Кто этот человек? Он боится называть Он боится пока называть До суда он не будет называться А откуда вы знаете Мы только сейчас об этом узнали Когда ехали к вам Когда ехали сюда Откуда вы узнали? И говорит Что я увидел Видео по телевизору О том Что якобы Украли Ну Телефон Говорит Сколько можно Крутят Одно и то же Постаньте Поехать в город Ирина Огнеговна Когда ехать в город И как это без меня? И он Когда он мог поехать Что вы рассказываете? Что вы сейчас врете? Вы же на Ужи закупали Это вы так Хорошо Вы помните Как я на автомобиле возил К адвокату? Вы забыли? Как вы уговаривали Адвоката слезно Мы хотим забрать заявление Было такое? Не слезно Вы просили слезно По просьбе ее Мы поехали к адвокату черному Не надо рассказывать По просьбе Не нужно рассказывать Мы не хотели ехать Вы ты просила Просила Так Геннадий Тихо Молчание Значит Вы признаете Что у вашего брата Есть автомат А что здесь такого? Я знаю что у моего отца Есть Я даже не знаю Автомат у него или что? У вашего брата есть автомат? Нет это не автомат Я не знаю что у него есть Это карабин И он Когда экспертизу сделали Я уже узнал Слушайте если карабин Он не стрелян и год уже И как он мог стрелять Но подождите Откуда эти парни Могли узнать Что у вашего брата Есть автомат там Или карабин? Он на заднем сидении Лежал обито железный Автомат Да Андрей? Но почему-то Работники милиции Когда машину сразу же взяли Не нашли Не биты не нашли Не карабины дать не нашли Забрали с сейфа Покрытый пылью карабин Как так может быть? Зачем он возит с собой В машине карабин и биту? На него нападают часто Момент Вы сказали Что он в сейфе Присыпан пылью И тут же Вы же сказали Что он возит его На заднем сидении Потому что на него часто нападали Где правда? В данный момент не возит Возил Возил буквально год назад Он его Последний раз Был каждый Нападали Вот этот После вот этого случая Когда на него пьяный работник милиции Чуть не угробило семью И были угрозы И сейчас угрозы продолжаются То есть он намеревался Стрелять по сотрудникам милиции Я правильно понял? Нет Нет От бандитов отстреливаться Значит Наталья Наталья Моносова психолог Вот сейчас на этом повороте программы Кто по вашему Сейчас сочиняет? Ну здесь очень много сочинений Я точно вижу Что ребята опасаются Они да Что-то скрывают Но честно говоря Это в принципе понятно Потому что насколько я понимаю У вас там полновластие ваше И в любом случае Чтобы ну то есть Эти люди Они должны вас просить Они должны вам быть благодарны Они в принципе будут бояться Что-то говорить против вас Им куда теперь из дома уходить? Куда им переезжать? Знаете Я сегодня Можно я скажу? Я буду Расскажите прощения Нет Без предела милицейского боимся мы Я сейчас еду домой И боюсь Чтоб меня не расстреляли по дороге Потому что нам звонят и говорят Вы назад не приедете Мы вас расстреляем А дети тут при чем? А дети тут при чем? Мне нужно что-то звонить А дети тут ни при чем? Они дети игрушки в милицейских погонах Они ими управляют Они сказали Если вы не будете давать против Этого предпринимателя Вы будете сидеть в тюрьме На сегодняшний день Складывается такое Я вам скажу еще одно Такое давление Со стороны правоохранительных органов Что давят на них Я об этом знаю Уже поступают Анонимные звонки Говорят им Что если вы не признаете Если вы откажетесь от твоих показаний Вы будете сидеть Моему брату говорят Им кому? Им кому? Детям Детям И их родителям Не было такого Вам звонят, угрожают? Нет Дайте я себе телефон Мне звонил Звонил моим знакомым Их дедушка И говорил о том Что приезжали работники Правоохранительных органов И давили на них Чтобы они отказали Ирина Николаевна Извините пожалуйста Егор на тебя давят Тебе угрожают? Нет Никто не давит Никто не угрожает Андрюш Что тебя давят Угрожают? Нет Значит исходя из того Что вы услышали Дети могут сейчас врать? Значит смотрите в чем дело Они указывают подробности Которые вот так вот спонтанно придумать А почему так? Увозили на девятки Похоже на правду То есть привозили на девятки Там еще была рукоятка Эта Шелестная Она была задвижная Водвижная Ага Значит 545 Пожалуйста Вот и вот еще момент Автомат все таки Это автомат 545 Мы уже это знаем А что вы хотели про милицию еще сказать? Я хотел сказать еще дальше Много еще сказать Дело в том что Вот должно по штату В райотделе 32 участковых А осталось 7 И участковые Даже мне некоторые знакомые милиционеры Говорят Валентин Стало невозможно работать Этот начальник милиции говорит Вы мне на этих предпринимателей Хоть что-нибудь дайте Чтоб я их арестовал Вопрос можно? Вот смотрите Вы сказали что вам сказали знакомые Что на этих детей давят Откуда знакомые знают Что на этих детей давят? Потому что дедушка Дедушка один из По-моему Семьи Зубковых Позвонил лично вечером И сказал Попросите прощения Урины Николаевны На нас давят работники Правоохранительных органов И говорят о том Вы задокументировали это Нет Ну дед Такое не говорил Что помешало? Был суд апелляционный На котором было отменено решение Районного суда То есть Закрыть моего брата Да Забрать До выяснения обстоятельств При выходе из суда Следователь повернулась И в глаза Сказала моему отцу Готовьтесь Ваша дочь следующая А там будете и вы А за что вас? Я кому-то просто мешаю Потому что эти предприниматели Против милиции Восстали И не перестали платить Вот почему Говорю правду У меня нет копанок Я не беру взятки Я работаю честно На благо народа И кому-то это не нравится На сегодняшний день Я выиграла два проекта Мы провели Два с половиной километра Нового пластикового водопровода С помощью моего брата Себе в убыток Он помогает Рыл в окопы эти в метр И я с этой канагонкой Вместе с братом И с жителями Которые приехали меня поддержать Это не наигранное Поверьте Мы делали это за три недели Мы сделали воду Которой не было 20 лет Мы сделали клуб Сделали фаб Буквально два дня Позвонили с Киева Сказали что Наш поселковый совет Выиграл грант Реконструкция уличного освещения Софиевки Самой длинной улицы Я не знаю Это говорит Украина Не убивайте меня Дяденька Друзья Внимание на экран Прибыли эти ребята В этот день Когда это все случилось Я их осмотрела Ребят Побоев наружно Не было ни на ком Психологически Особенно Егор Особенно Он как будто его И даже никуда не забирали Он себя вел Раскованно Еще как герой Ну Зубков Андрей Он вообще как Ребенок Он стеснительный И очень закрытый Поэтому Тоже проявлений Таких наружных Не было никаких Это то что говорит Социальный работник Что это такое Не было Нас не проверяли вообще Не проверяли Не проверяли Социальному работнику Было стыдно Говорить Подождите А теперь посмотрим Что говорит милиция Внимание на экран Было установлено Что местные жители Применяя физическое насилие Посадили двух подростков В автомобиль Вывезли за пределы поселка Где пытались добиться От них признания В якобы Совершенной краже Мобильного телефона Не добившись признания Они надели им пакеты Полиэтиленовые на головы И вывезли в помещение Где удерживали их До следующего утра Позиция моя особистая Что касается Цей криминальной справы Принципово И эта криминальная справа Перебивает у меня На особистом контроле Однозначно На стороне Егора и Андрея Директор школы В которой они учатся Внимание на экран Ковалев Егор Он человек Из многодетной семьи Но чтобы я сказала Что это неблагонадежный Ребенок какой-то Я такого сказать не могу В школе он замешан В воровстве никогда не был Ну а Зубков Андрей Это человек у нас Активист В школе принимает Самое активное участие И в районных соревнованиях И в областных Это ребенок хороший Значит а ваше впечатление Кому вы все таки Больше верите Вот в этой истории Ну такая явная Просто борьба за власть И самое страшное Что крайними оказываются дети А дети ну как бы Крали не крали Да не важно Неважно 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 Но слушай Но ведь очень важно В то же время Вот то что с ними Вроде как произошло Это правда или вымысел Они явно кого-то боятся Или власть поселка Или милицию Это явно Но как бы Кого они не признаются Значит тем временем Чтобы поддержать Ирину Все село вышло на митинг Ожидая приезда Нашей съемочной группы Несколько часов Так за что же так любят В селе Ирину Малошенко Что готовы буквально С вилами идти ее защищать Внимание на экран Она за два с половиной года Сделала столько Сколько никто не сделал Для нашей Сахвилки За двадцать год Мы с приходом Ирины Николаевны Мы стали жить Сделала нам воду Сделала нам тут везде Все в порядок В любое время суток Звоним Любой вопрос решается У нас душа болит Что если вдруг там что-то получится Что мы останемся без нее Значит подождите Катерина Валентин Да кто же копает Под вашего главу Поселкового совета У меня есть версия То что милиция Это Все это устроила милиция А какая выходит милиция Затем устранить Устранить этих предпринимателей И данные счеты Просто сводят Потому что идет Еще в нашем поселке Появились листовки Какие листовки А вы посмотрите внимательно Ну вот есть листовки Они разносились по домам Каждому Рязно бросалось просто во двор И людей я допустим не видела Кто носил Значит несколько дней назад По указанию поселкового головы Малошенко Ирина Николаевна Ее родной брат с подельниками Пытал и издевался Над несовершеннолетними детьми Два дня дети терпели пытки Этих нелюдей За якобы украденную поселкового головы Малошенко Мобильный телефон Мы с вами тоже являемся родителями Нам больно и страшно осознавать Что такая Какая-то побрякушка Телефон стала причиной Издевательства над детьми Народный депутат Украины Валерий Мошенский Обратился к прокурору Луганской области С требованием взять под личный контроль Расследование этого дела С тем чтобы никто из преступников Не избежал наказания Фонд депутата Обращается к вам с призывом Обратиться к депутатам поселкового совета С требованием срочно созвать В ней очередную сессию поселкового совета На котором безотлагательно выразить Недоверие Малошенко За организацию данного зверства Просим вас поставить свою подпись Под обращением к депутатам Постсовета Оргкомитета фонда Мошенского Значит вот эти листовки Значит эти листовки были распространены у вас Везде во всех дворах Под воротами Ну вот давайте спросим депутата Верховного совета Валерия Мошенского К чему эти все листовки Встречайте пожалуйста он здесь Здрасте Это и же ведь вот вы Эти листовки распространяли Ну в общем то не я лично А люди которые работают со мной Так а зачем Ну как зачем Как то это напоминает партизанскую войну А не проведение объективного расследования Абсолютно правильно Для чего это было сделано Абсолютно Давайте конкретно четко Без всяких этих Да Вы хотите устранить Кого? Малошенко с поста снять? Я не хочу пойти на ее должность Я не хочу говорить о телефонах Кто кого украл Есть преступление Есть 46 статья Были украдены дети Не важно Это дети Простите пожалуйста Пан депутат Значит здесь у вас даже В вашей листовке написано Что он якобы За якобы украденный телефон Даже вы поставите это под сомнение Вот написано Еще раз говорю Для меня важно Что украдены дети Что было издевательство над детьми Я это сделал для того Чтобы обратить внимание общественности Поднять ее Чтобы это было резонансно Мы прекрасно понимаем Что может быть На самом деле Что произошло Милиция сработала Надо отдать ей справедливость Сработала и арестовала этих бандитов Разве это не бандиты Когда воруют и издеваются над детьми Для меня это бандиты Пан Валерий, подождите минуту Вот сейчас Ирина Значит ее группа поддержки Они опровергают Вот здесь дальше Односельчане Опровергают версию ребят Давайте таким образом Они говорят Что это история выдуманная В милиции Давайте Пусть разберется следствие Давайте Давайте еще раз говорю Мы говорим Выдуманные люди Дети были похищены? Были Одна фраза Фраза Председателя поселкового совета Вспомните Вы же только что говорили об этом Я звонила Руслану Когда он был в Волчевске И ребята ему сейчас покажут Где телефон И я их привезу тебе обратно Было? Я сказала Я сейчас позвоню брату Я сказала Я сейчас позвоню брату И узнаю Она позвонила брату А он не говорит Все нормально Дети со мной Мы едем на Волчевский рынок Они покажут куда сдать телефон Через 30 минут Они живы здоровы Я осталась с родителями Так а зачем мне телефон Телефон стоит детских жизней что ли? Там действительно в районе люди запуганные Боятся И 170 человек Вас боятся больше всего бандитов И 170 человек Которые Обратился в фонд 60 подписей Которые не побоялись Люди видели и сами об этом говорили Я тебя смотрю Вы понимаете Я была дома Я всегда Я была дома Ходят люди Там и грязь Когда были выборы Опять эти были Точно вот такие были Листовки Обливали грязью второго его кандидата То есть его соперника Вот такие листовки Точно И там где вы Там грязь А теперь я вам хочу сказать Вы так сильно переживаете За эти детиши украли А почему вы не переживали Когда у нас в торхозе Случился случай На танцплощадке Просто мальчик Помешал ему мимо И он выбил ему глаз Сделали парня 20 лет Инвалидом А почему вы тут не подключились К кому выбил глаз Что у нас вообще там происходит вообще В вашей семье Вы деловой человек И вы не защищаете Еще раз говорю Вы свой базар Какой бы ни вели Преступники будут сидеть в тюрьме В тюрьме Слушайте Что происходит в вашем селе У вас Вы реально Вы нам сейчас тут докладываете О том какое у вас освещение Замечательное Но у вас Глаза выбивают на танцах Увозят детей Говорят что мы вас сейчас потопим Как котят Заведите себе участкового Почему вы себе не можете Участкового завести Крадут колеса у меня зимой С четырех колеса Они даже пальцем не ведут А тут резонанс сразу появился Это вот знаете такое ощущение Да сядьте вы пожалуйста уже Господи Не бойтесь У меня такое ощущение Что вот А им же ничего не угрожает И не знаешь за что взяться Вот такое же ощущение Про ваше село Значит у нас на прямой линии На скайпе Адвокат Ирина Иван Пачков Иван вы слышите студию? Да да конечно Значит вы намерены подать в суд За клевету? Естественно Нами уже готовится заявление В суд В котором мы будем отстаивать Честь, достоинство и деловую репутацию Ирины Николаевны Иван скажите пожалуйста Вот как не адвокат сейчас Просто как юрист Вы считаете что Эта история с похищениями И издевательствами над детьми Имела место? Или это выдумка детей? Мое субъективное мнение После того как мы с прошлой недели Начали вникать в эту ситуацию Мое мнение Что прямого похищения детей Без их согласия То есть насильницким образом Не было Спасибо огромное Иван Что вы приняли часть нашей программы Я хочу чтобы сейчас все послушали Что нам сказал отец Ирины Руслана Который не смог приехать сегодня к нам в студию Поскольку у него сейчас на руках Двое инвалидов Которые самостоятельно не передвигаются Внимание на экран друзья Мне конечно очень Жаль что так получилось Но я понимаю И ту сторону там дети Какие бы они не были хорошие Плохие Но это дети Сами видите у меня вот Двое инвалидов Если бы у меня было Такое жесткое сердце И я бы их отправил давно В дом-интернат или куда-то Я знаю что есть Статья такая 42 Которая примирение двух сторон По новому УПК Я хочу подойти до этих родителей И попросить прощение Слушайте Ну вот на самом деле Мы начали с детей А закончили абсолютно какой-то политикой Абсолютно грязным делом Где дети являются Какими-то шпунтиками Механизмом Манипуляторами И это чудовищно Почему бы просто Подождите Если речь Подождите Пан депутат Если речь действительно Сейчас идет не о политике А речь идет об этой Об этой чудовищной истории Почему бы вам Не пойти сейчас на мировую? Мне? Почему бы так? Ну и вам Вы же тоже Принимаете участие В этой истории Я готова Я никому никаких претензий Не имею Но Не в те ответственства Будете За свое преступление А она за какой? Подождите Примирение стран Тоже предусматривает Этвестность Потому что 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 Кто спровоцировал ситуацию Кто дал фамилии Кто украл телефоны Я не давала Никаких фамилий Подождите Ну о чем вы говорите О чем Кто Генератор Всего этого Причина Уточняю еще Да Юр Прошу Смотрите Ребята Первый вопрос Вы вот этих Русланов Я так понимаю Знаете Нет Руслана Бурдова Я не знаю Хорошо Я понял Ребята Насколько вероятно Что Руслан Просто Проникся Так сказать Обидой За свою сестру Сам психанул Вас схватил Затащил в подвал И там пытал Насколько это вероятно Это вероятно такое Может такое быть То есть что она реально Ни при чем То есть конкретно К похищению Она ни при чем Вы не откажете За нее Разговор не верующий Мы сразу сказали Вот давайте разводите Ее история И история ее брата Генератор Генератор Кто Что такое генератор Объясните пожалуйста Мы не понимаем Фамилии этих детей Милиция дала фамилию Подождите Милиции не было Руслан Не было милиции Это глупость Можно брать руководство Со тем что есть такая репутация Я не хочу быть на вашем месте Но вы должны покаяться Перед этими детьми Покаяться За то что Из-за нее вины Она может специально Не специально Это другая проблема В чем В чем моя вина В то что я Выбила 5000 пенсий Этой семье Виноват Я прошу вас В чем виновата Конкретно глава поселкового Союза В чем она должна покаяться В том что ребята Потерпели За сутки Которые были Задержаны Этими подонками То есть вы считаете Что именно она Дала прямое указание Своему брату Нет Прямое указание Может она не давала Я расследование не вел Но она четко Сказала кто был там Какие были ребята А вы слышали об этом Откуда вы знаете Вы сказали Я могу предположить Что например Накопилось какое-то Количество нареканий На парней И поэтому конечно Когда случилось вот это Вы помогаете брату Да он в этом состоянии Он помогает вам Но он уже делает это На такой интенсивности Своих эмоций Потому что понятно То есть зачем разбираться На них и так уже там Как говорится История есть Поэтому степень жестокости С которой он С ними обошелся Но она Выходит за рамки О чем это Значит скажите Почему ваш отец Действительно хочет Покаяться И попросить прощения Как вы считаете Потому что Потому что в нашей стране Беспредел полный Особенно в нашем районе И с милицией У нас понимания не будет И я сегодня Здесь приехала к вам Я буду ехать сейчас домой И бояться о том Доеду ли я Это раз Не посадят ли завтра Меня Или моего отца Потому что Следователь милиции В открытую Говорит о том Что следующая Будете вы Следующий будет Ваш отец И у нас Понимаете Какой-то кошмар Идет И мне жалко Этих детей И дети Будут Убежать 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 Что все было так Как вы нам Рассказали В начале программы Или все-таки Немножко приврали Нет Все было так Все было так И Андрея даже Затащили И меня тоже Я не садился В эту машину Я говорю Я не пойду Он меня начал тащить И почти ноги Вообще Это как По дороге Висели И он меня Начал тащить Руслан Не Бурдова Оба Руслана Так или иначе Сейчас под стражей И с ними Даже журналистам Не разрешают Встречаться Ну а кому Значит Верите Все-таки Вы Наши уважаемые Зрители Так ну-ка Главе Сейсовета Верю Спасибо Дети по-моему Врут Как-то По-любому Если не врут То не могу Переврали Геннадий Наталья Скажите пожалуйста У вас лично Претензии К главе Поселкова Есть Нет У меня нет Никаких претензий Мы сюда пришли Выяснять Совсем Глубые обстоятельства Можно я скажу Когда Милицию вызвали Милиция приехала Это самый первый день Когда с ночи Их не привезли К постсовету Их выбросили на асфальте Они подошли сами И показания Сразу начали давать Там майор Милиции Следователь Она позвала И что с вами делать Они стояли Вот так вот А видно было На них какие-то покои Да Его раздевали даже А это Геннадий Участковый смотрел Сразу в первый день Участковый На ноге синяк Он не мог поворачиваться Лейтенант молодой День, два Вот так вот Слушайте, Ирина Вы готовы сейчас Извиниться за своего брата Перед родителями Егора и Андрея А потом нас в машину посадили Сейчас, Геннадий, подождите Готовы извиниться? Если семьи считают Что и моя вина в этом есть Моей вины здесь нет абсолютно Николай, мы вас не виним Мы тебя не виним Я готова извиниться за своего брата Если он действительно Это совершил Я не думаю, что все было так Следствие идет И детей тоже запугали Когда дети Вы пришли К поселковому совету Я же спрашивала у вас Вы сказали Ничего не было И что же говорит Социальный работник Которая независима от нас Она нам не подчиняется Она не эксперт И говорила И почему побои поехали снимать Не в этот день А на следующий день То есть очень много загадок Подождите Вот в этой истории Наталья, Геннадий В этой истории Есть смысл? Вы готовы пойти на мировую Вот в этой истории? С ней по-любому А с Русланом? А с Русланом не знаю А Наталья? Надо с ним поговорить Не знаю А как вы говорите с ним? Я могу пойти У него же беременная жена Я считаю так Тихо Я просто считаю так Если Наказание Не по этому То вот Божий суд самый страшный И часто за грехи родителей Расплачиваются дети и внуки Это очень страшно Поймите Пусть каждый подумает Что дети и внуки Расплачиваются за это Это говорит Украина Спасибо, что вы с нами Пока Спасибо за субтитрами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...